Вы смотрите YouTube-канал Парадигм, и сегодня у нас критика, как вы, наверное, поняли по названию видео, такого канала, как MyGap. И прежде чем продолжить, я хочу сразу же сообщить, что критика не враждебная будет здесь. Ну, или, по крайней мере, не особо враждебная. Почему? Вы должны понимать, что если я что-то критикую, значит я это смотрю. Я не критикую говно, потому что говна я не смотрю. То есть, здесь у этого автора, например, есть и интересные ролики, но все ошибаются. Я должен указать на ошибки в некоторых его видео, а также заставить вас задуматься над теми вопросами, в которых у него ошибки были. Потому что на самом-то деле он не самый глупый из людей, автор данного канала, который говорит постоянно здесь и рисует ролики и так далее. И раз даже он ошибается в некоторых вещах, то значит эти вещи действительно сложные и интересные. И нужно над ними задумываться. Итак, первая проблемка, первый такой вот плохой ролик, в котором тема не раскрыта, скажем так. Это ролики два, точнее их, про доверие. Но мы их будем рассматривать как один ролик, поэтому давайте же я выберу фрагмент и не буду показывать все, чтобы не отнимать время. Если захотите, можете найти его, вот его название, типа, и посмотреть. Воды ниже травы, если я скажу, что думаю на самом деле, меня уволят или в лучшем случае проигнорируют. А иногда все делаем хуже только мы сами. По глупости я разрушил доверие очень важного для меня человека. Я все бы отдал, чтобы вернуться назад и не совершать эту ошибку. И весь фокус в том, что такие ситуации складываются не случайно, а их формируем мы сами. Дело не просто в глупости или импульсивном решении, дело в том, что мы осознанно не думаем о такой штуке, как доверие. Хотя в действительности этой штукой можно управлять. Она применима практически. Да-да, это не гуманитарная демагогия, а технически применимая штука в отношениях. И работает она по простой формуле. Чем выше доверие, тем выше скорость и ниже затрат. И, к сожалению, справедливость. И тут вопрос. Какая нафиг скорость? Больше доверия, больше скорость. Давайте доверять, и мы все станем флешами. Мы все станем ракетами Илона Маска. Мы будем очень быстрыми, 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 понимаете или нет? Да, скорость. Скорость. Ладно. В общем, запомните, скорость. Миский уровень доверия тормозит процессы, но в то же время увеличивает затраты на них. Тормозит процессы. Тормозит процессы. Смыслей. И увеличивает затраты на них. А все это вместе, это как называется? Уменьшает скорость, увеличивает на них затраты. Скорость, умноженная на затраты, это эффективность. Эффективность. Зачем нам скорость и затраты отдельно вообще здесь иметь? Я не понимаю. Это первая моя критика. Потому что, как бы, ну, чувак, ты тут понапридумывал? Это явно он сам придумал? Или же взял из какой-то книги? Я так предполагаю, что он просто взял все эти штуки из книги, которую он прорекламировал в начале ролика. Естественно, я ту часть ролика вам не показал. А там, короче, дебил ее какой-то писал. Их, и даже понимание этого простого и неоспоримого правила должно подтолкнуть к пересмотру своего мировоззрения. И ведь под носом у человечества столько примеров. Например, до 11 сентября американцы успевали за полчаса до рейса пройти все формальности. Но теракт показал несовершенность системы безопасности. Были предприняты действия по усилению контроля. Это, естественно, было необходимо и принесло желаемый эффект. Но теперь граждане вынуждены были приходить за полтора часа для внутренних и за два-три часа для международных рейсов. Притом цены на билет возросли. Еще раз, понятно, что это были необходимые действия. Но это явный пример, когда доверие снизилось, скорость снизилась, а затраты возросли. Или давайте вспомним пример ближе к российскому человеку. В далеком 2011 году, когда Павел Дуров еще владел ВКонтакте, он проявил себя защитником прав и свобод человека, когда отказал сломанной власти, анонсировал свой новый продукт Telegram. Людей не нужно было долго уговаривать попробовать мессенджер. По крайней мере тех, кто знал эту историю. В данном случае уровень доверия был высок, а значит не нужно было тратить много времени и ресурсов на убеждение в безопасности мессенджера и привлечение аудитории. Кредит доверия увеличился еще раз, когда... Время – это разве не ресурс? Время – это не ресурс вообще? Как по мне, время напрямую конвертируется в ресурсы путем, собственно, работы. Работая, ты как бы конвертируешь свое время в ресурсы, в деньги. Логично. Так зачем это разделять? Странно. Вообще время – это единственный ресурс. Да, сверхразумы попытались заблокировать продукт технического прогресса. В результате... Ну, точнее, труд. То есть, время... В результате чего, тысячи людей, которые были разобраться во всяких проксиях, лишь бы спасти свои законные права от умалишенной репрессивной машины. Но эту историю вы знаете сами. А насколько вы доверяете своему браузеру, уверены ли вы в том, что он не выдаёт... Так, рекламу. Не наебёшь, не проживёшь. И вот это действительно нужно менять. Типа, не наебёшь, не проживёшь, там все дела. Так, это нам неинтересно. Сейчас я озвучу совершенно сумасшедшую мысль. Но этого требует данный выпуск. Если вам не доверяют, то вы платите налог на доверие. И это появляется повсюду. В отношениях с коллегами, с семьёй и даже с друзьями. Вы, несомненно, сталкивались с таким налогом, когда собеседник снижает ценность сказанного вами на 20 или 30%. Посудите сами. Насколько вы уменьшаете ценность слов, произнесённого политиком в своей предвыборной агитации? Ну или ваш друг, говорящий об изменении своей жизни, который год, но после этих слов не следуют никакие действия? Как вы будете относиться к его очередным заявлениям? Возможно, этим дикламатором в глазах своих друзей являетесь вы сами? Подумайте об этом. Тут справедливо ещё упомянуть о так называемом налоге на наследство. Когда занимаете новую должность или вступаете в новые личностные отношения, а предшественник откровенно подгадил, породив низкую культуру доверия. С первых секунд вступления в должность вам придётся расплачиваться за предшественника, хотя вы ещё ничего не сделали. Это когда вы становитесь руководителем, вас ещё никто не знает, но уже не доверяет. Или ваша новая девушка не может вам довериться полностью из-за болезненного опыта в прошлом с другим человеком. Более того, есть люди, которые уверены, что доверие можно измерить экономически, и, соответственно, такое, вроде бы эфемерное понятие, прямо влияет на экономику. И слава богу, что во всей этой истории есть положительная сторона. Когда в отношениях устанавливается высокий уровень доверия, то вы получаете дивиденды. Вспоминая историю с Павлом Дуровым и Телеграмом, который планомерно завоёвывает доверие российских граждан, ускоряя процесс по привлечению пользователей к своему продукту. А если попытаться систематизировать через призму доверия ситуации, в которых мы с вами пребываем, то я уверен, где-нибудь вы можете вспомнить себя. Например, при полном отсутствии доверия, в организации царит токсичная культура. Коллеги воспринимают друг друга как врагов, которых нужно устранить, а начальники пытаются контролировать каждый шаг. В отношениях же царит холод и отстранённость. Мало того, что кашу не вежливы, сердечны, у участников стремления работать вместе эффективно и бесконфликтно. Переживания отсутствуют. А вот следующие два типа лично мне кажутся... ...оба вы будете получать 20% дивидендов. На экране вы видите самые распространённые мифы о доверии, которые возникли исключительно из-за того, что мы не размышляем об этом объекте как о чём-то осязаемом. Если интересно почитать подробнее, нажмите паузу. И, как это часто бывает, в реальности всё обстоит совершенно иначе. Я лишь акцентирую внимание на том, что на самом деле доверие может создаваться и разрушаться, что дело не упирается только в честность, а расширяется в характер... То есть, он рассказывает, что всё это может не соответствовать действительности. Ну вы почитайте, ну как бы... А зачем ты это пишешь, если оно не соответствует действительности? Какой в этом смысл? Я не понимаю. То есть, он говорит, это всё фигня. Ну я вот типа написал, ну вы почитайте. А здесь написано, типа доверие, это слишком медленно. Доверие, что-то там... Доверие нельзя... Доверию нельзя научить. Да, это мифы, типа. И так далее. Ну в общем, не будем читать. Актере и дополняется компетентностью. А также то, что доверию можно научиться. Ведь, посудите сами, Джек Уэлч говорит о том, что деятельность менеджера следует оценивать по двум параметрам. Жить в соответствии с ценностями и добиваться результата. Или гуру инвестиций Уоррен Баффет стремится видеть в людях, в первую очередь, честность и интеллект. Ну, они хотят других видеть. Но это не значит, что они сами честные и интеллектуальные. То есть, как бы, если ты хочешь, чтобы тебя эксплуатировал, на тебе зарабатывал Уоррен Баффет. Ну, то есть, это же, собственно, инвесторы. Это чуваки, у которых много денег, и они ищут, кому бы дать эти деньги, чтобы получить больше, чем они дали. То есть, этим людям, которые занимаются спекуляцией, им нужны люди, которые их не наебут, то есть, кому они могут доверять. И которые эффективны, то есть, которые смогут приумножить деньги. Логично же, логично же, если ты наебщик, если ты там в Мавроди, то тебе, ну, нет, в Мавроди, ладно, то другое. Но, в общем-то, если ты инвестор какой-нибудь, который хочет жить за счет своего капитала, то тебе нужно доверять тому, кому ты даешь деньги. Вот это да. Это да, но это их частный случай. Это то, что касается самих инвесторов. Кстати, вот в таком случае, в принципе, если он это в книге вычитал, которую он рекламировал, то там же ж ее писал чувак, который как раз-таки с инвесторами, с инвестициями имеет дело. И то есть, естественно, для них это актуально. То есть, поэтому он этому всему и учит. Если ты хочешь найти инвестиции или же наоборот, ну, в смысле, если ты хочешь куда-то инвестировать или наоборот привлечь инвестиции, то типа ты должен внушать доверие или же доверять кому-либо. То есть, искать людей, которые заслуживают доверия, вот так вот, то есть честных и так далее. Но это самые очевидные истины. Для инвесторов это самые очевидные истины. Естественно, если ты какому-то дебилу дашь первому попавшемуся деньги, то ты их просрешь. Но я думаю, что если у инвестора уже появился капитал, то, естественно, у него уже нет проблем с поиском того, кому его отдать. Хотя разное было. Слова через технические очки мира, то станет понятно, что это не просто цитаты для статуса ВКонтакте, а прямо озвученные требования к человеку. А требованиям, как при поиске работы, так и везде, можно соответствовать или не соответствовать. Здесь выбор за вами, а мы же собираемся внести ясность в эти требования, потому что в конечном счете они являются одинаковыми для всего мира. Ну вот только Лорен Баффетт живет, короче, в США где-то там. То есть к тому же, ну типа, вот представьте, это не для каждого человека, не каждый человек бизнесмен, не у каждого человека есть стартап, на который он захочет попросить денег у Лорена Баффета. И потом, в таком случае, его честность и его компетентность там, она будет что-то значить. Можно быть бомжом и типа, и при этом честным и умным, и ничего. Как бы. И Лорен Баффетт тебе из-за того, что ты в неопрятной одежде к нему пришел, из-за этого он, короче, тебе не даст денег. Или из-за того, что ты английского не знаешь. То есть фактически, может быть много других причин, почему тебе не дадут деньги. Ну и вообще, зачем тебе их брать, если ты честный. Потому что честный человек, как бы он, у него вряд ли будут идеи. Типа, в смысле того, что сначала деньги получаешь, а потом придумываешь, что с ними делать зачастую, на самом-то деле. Характер и компетентность. Для начала сделаем шаг в сторону. Вы когда-нибудь пытались вырастить дерево? Если да, то вы... Да, сравнение. 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 Меня бесит, что он сравнивает, там, начинает с деревом, сравнивать, еще с чем-то. Смотрим, цельность. Конгруентность. Запомните это. Здесь у нас цельность. Это корень дерева. Это одна из трех. Цельность равно конгруентность. Вот вы себя считаете конгруентным? Или ваши действия управляются другими? Великим примером конгруентности является Махат Маганди. Однажды его пригласили выступать перед палатой общин в Англии. Не пользуясь никакими записями, он проговорил два часа, после чего аудитория, поначалу настроенная недружелюбно, аплодировала ему стоя. Прослушав речь, несколько репортеров обратились к его секретарю, Махадеву Десай с вопросом, Как Ганди удается без всяких записей так долго удерживать внимание аудитории? Десай ответил. То, что Ганди думает, чувствует, говорит и делает, едино. Ему не нужны записи. И вы, и я думаем одно, чувствуем другое, говорим третье, а делаем четвертое. Поэтому нам нужны записи, чтобы не потерять нить. Следующий элемент цельности подразумевает скромность. Если вы вдруг подумали, что речь идет о том, что нужно сидеть и молчать в тряпочку, а суда не возникать, то у вас несколько из... Нет, я ошибся. Здесь критиковать не надо, потому что это все части цельности. А я думал, что конкурентность это равно цельность. Так что тогда нет, к этому у меня претензий нет. Так, дальше. Есть ли еще какие-то претензии? Ну, в общем-то... Давайте попробуем... Скромности, заносчивость и гордость. Когда эго превыше всего и принципов, и интересов других людей. Это мы видели в примере про токсичные отношения в организациях, где важнее не общее дело, а собственное эго. Как вы видите, там люди уже налажали с первой основой доверия. Цельность. Ну, в общем, все эти философские рассуждения, индийские, кстати, это похоже на индийскую философию. Там тоже именно такими понятиями оперируют. В принципе, я их тоже могу понапридумывать. Чет в этом есть, да, оно кажется логичным. По крайней мере, есть причинно-следственные связи между там всякими примерами. Но это всего лишь примеры. В принципе, может быть связь, а может и не быть связи. А может быть, есть какая-то другая связь, которая более правильная, более истинная. Вот, например, законы Ньютона, они описывают как бы поведение тел на Земле. То есть, как тела движутся. То есть, действие, любое действие рождает противодействие. Там энергия, типа, никуда не девается, она только превращается и так далее. То есть, там законы Ньютона. Но в итоге там появилась эта теория Эйнштейна, физика Эйнштейна, которая как бы работает на световых скоростях, вот, например, лучше. В космосе лучше работает на больших масштабах. А Ньютоновская, как бы, она по-прежнему используется, потому что она более понятная. И, скажем так, ее достаточно для описания мира вокруг на наших масштабах. Но, тем не менее, и та, и другая правильная. То есть, его вот эта вот конгруентность, там, вот это вот все, может быть, оно и нормально, а может быть, и нет. И, типа, кто его знает, может быть, какие-то другие причины, какие-то другие эти характеристики человека влияют, собственно, на эффективность его работы. Для того, чтобы оставаться цельным, остается последний компонент. Мужество. Это то качество, которое позволяет, без мужества мы не сможем ничего изменить. И только имея эти три элемента в балансе, мы сможем достичь цельности, которые могут заставить меня переосмыслить некоторые мои ценности. Способен ли я постоянно брать на себя обязательность? Ясно ли я понимаю свои ценности? Чувствую ли я себя уверенно, если отстаиваю их? Короче, ясно ли он, автор данного ролика, понимает свои ценности? Я не думаю, что он ясно их понимает, потому что он берет, короче, скорость и берет, короче, это, ценности или что там было, короче. Хотя, в принципе, это можно было заменить эффективностью. То есть, чем больше доверия, тем больше эффективность взаимодействия. Между людьми, да. Когда мы друг другу доверяем, то мы лучше работаем в команде. Вот. Вот так вот можно было сказать, а не рассказывать тут про конгруентность и так далее. Это какая-то философия. После просмотра этого выпуска, который уже подходит к завершению, вернитесь к этим вопросам и задумайтесь хорошенько. А напоследок оставлю вам три эффективных ускорителя, которые помогут вам добиться существенного прогресса в... Эффективный ускоритель. Что за? ...отношение цельности. Первое. Берите на себя обязательства и выполняйте их. Это самое лучшее, что вы можете сделать для себя и своей цельности. Не берите на себя слишком много обязательств, не давайте им пустивных обещаний, а когда дали, выполняйте. Даже если дали себе обед, делать зарядку по утрам или убирать постель, будьте верны своему слову и помните, что на кону ваша цельность. Если вам становится... На кону наша цельность, но... Но... Это скорее репутация. То есть, ну, если по отношению к другим людям. То есть цельность у него, это равно репутации, так ведь? То есть, если ты выполняешь свои обещания перед другими людьми, то ты, типа, заслуживаешь репутацию. Насчет того же, выполнять ли обещания перед собой, ну, дело в том, что если ты не будешь выполнять их перед собой, то у тебя может это войти в привычку, и ты не будешь выполнять их перед другими. Однако это решается тем, что себе ты можешь не давать никаких обещаний. Вот так вот. То есть, ты себе ничего не обещай, а другим людям, если что-то обещаешь, то выполняй. Я так и стараюсь делать, в принципе, но я очень ленивый, поэтому я кому ничего не люблю обещать. Собственно, это вариант. Никому ничего не обещать, или же если не обещаешь... Трудно сдержать слово, отдавайте себе отчёт вот в чём. Либо измените своё поведение, чтобы выполнить обязательства, либо снижайте себе планку. Но учтите, первый вариант укрепит вашу цельность, а второй уменьшит её. То есть, он говорит, что не берите на себя слишком много обязательств, а потом говорит, что если вы не будете брать обязательств, то вы, типа, получите минус. Ну, чувак, тогда, получается, нужно брать все обязательства, короче, всю судьбу мира. То есть, где-то там, не знаю, там, кто кого-то убили, там, бандюк убил кого-то, а ты... Ой, я обязан был защитить этого человека, и, как бы, так насчёт каждого убийства. То есть, бери побольше, а иначе ты ж знал об этом убийстве, о нём передавали по телевизору, а ты не смог защитить того человека и так далее. То есть, это какая-то хрень полнейшая, которая сразу же разлазится. То есть, её можно как угодно пересобрать, выглядит это всё, звучит логично, однако на практике, если посмотреть, что это значит, ну, скажем так, это какие-то психические девиации, то есть, психические отклонения у человека, моральные такие вот, которые у нас шаблоны сидят в голове. Вроде бы, да, что-то знакомое, звучит логично, но неприменимо на практике, да. На практике мы лишь частично всё это соблюдаем, и то только тогда, когда у нас какая-то совесть просыпается, и только по отношению, например, к окружающим людям и так далее. В смысле, ещё и как смогут. В принципе, доверять себе нельзя, потому что доказано учёными, что, типа, у нас может быть подложенная память. Например, ты можешь помнить, что там говорили в мультике советском «покатай меня большая черепаха», а на самом-то деле, то есть, про львёнка черепаху, а на самом деле там такого не говорили. Ну, ты помнишь, но нет. То есть, и после этого ты должен доверять себе. Ты помнишь, что ты оставил ключи там-то, там-то, а потом приходишь, а их там нету. И всё. То есть, фактически, память – это какой-то такой конструкт аморфный, и доверять себе ни в коем случае нельзя, хотя доверять вообще сложно чему-либо. Я, например, не доверяю себе, поэтому я люблю записывать. А вот древности не записывали люди, вот, например, персы, они ничего не... Обирайтесь на ценности и принципы. Поймите, какие ценности вы отстали. Короче, персы ничего не записывали. И в итоге их науки там и так далее, её не сохранилось практически после того, как персидская, собственно, империя распалась. То есть, остались только вавилонские цилиндры, которые теперь иранцы показывают всем. Типа вот, там был хамурапи и так далее. Но этот хамурапи – это был вообще не персов, типа вавилонец, это было всё-таки немножко другое государство. А персы, они всё, короче, в памяти держали. У них там, их религия там была построена на том, что люди заучивали всё. То есть, они пели, они заучивали и так далее. А оказалось, что бумага всё стерпит. Значит, глиняные таблички, они могут веками лежать. И так далее, и тому подобное. А то, что человек как бы выучил, а потом мусульмане пришли, короче, и всех, кто выучил овесту, они почикали, порезали. А женщин изнасиловать. И в итоге теперь как бы нет никакой овесты, нет никакого зарастризма, остался ислам и человеко-ненавидничественная идеология. Вот такие вот дела. Так что доверять себе ни в коем случае нельзя. И как бы всё нужно как-то документально запечатлевать. У меня аргумент, почему не стоит доверять себе, довольно-таки сильный, согласитесь. Довольно-таки сильный. Не хуже, чем у него. Не хуже, чем у него аргументы для того, чтобы доверять себе. Кстати, насчёт того, что, типа, если ты не доверяешь себе, то почему другие будут тебе доверять? Ну, они-то не знают, что я не доверяю себе. Чувак, как бы, если ты сделаешь вид, что ты доверяешь себе, ну, якобы, если это вообще можно как-то определить. Я вот смотрю на человека, и я сразу вижу, какой человек доверяет себе, а какой не доверяет себе. Так ведь? Это он так себе представляет? Ну, нет, я не вижу этого. Вот скажите, вот вы видите по человеку, доверяет он себе или нет? И вы сразу же, вот если он себе не доверяет, значит, я не буду ему доверять. Вот вижу, у него, короче, там, глаз кривой, что-то такое там. Так ведь? Я не понимаю. Я не такой. Возможно, я какой-то дефективный. Я не вижу по людям, кто доверяет себе, а кто нет. Будет написать их на листке бумаги, а когда они станут вам ясны, вам не придется бороться с собой, чтобы принять решение. Ой, зачем лайк? И, наконец, будьте открытыми. Наверняка вы встречались с людьми, которых находили закрытыми и высокомерными. С людьми, которые не хотят вас слушать, поскольку уверены, что ничего нового вы им не скажете. С людьми, которые отказываются взглянуть на вещи другими. А вот это вот старый добрый прием, типа. И все те, кто, типа, такие вот ограниченные, которые не готовы там чего-то нового узнать, это те, кому не понравилось это видео. Так ведь? То есть ты хочешь сказать, что те, кто не согласен с твоими утверждениями, они просто ограниченные, мудаки и так далее. Это, в принципе, классика. Любой человек так говорит. Это софизм называется. То есть психологическая манипуляция с целью сделать так, чтобы человек, который не повелся на твои аргументы, почувствовал, что его затроллили. Глазами, поскольку убеждены, что единственно правильный способ мышления их собственный. С людьми, которые упорно не желают признать правду, поскольку не принимают реальности и принципов, о которых не осведомлено. Какой реальности? Не принимают реальности и принципов чего-то. Принципов того, что человек, каждый человек видит, кто доверяет себе или нет. Это этой реальности? Или то, что, как бы, доверие увеличивает скорость и увеличивает прибыль? То есть, или что оно там делает? Ну, короче, что там он говорил про доверие? Необходимо для цельности. Она требует и скромности, и мужества. Скромность и признать, что могут существовать принципы, с которыми вы пока не знакомы. Мужество следовать им, когда вы их познаете. На протяжении истории сдвиги парадигмов науки представляли собой отход от привычного образа мышления. А это требует своего рода скромности и мужества. С чего это? В смысле скромности и мужества требует отход от привычного мнения? Как по мне, нужно просто нестандартно мыслить. Я ни хрена не понял. К данному моменту мы рассмотрели самую первую основу доверия – цельность. И, как уже было сказано, самую главную, изначальную, если хотите, фундаментальную. А сейчас мы приближаемся к 30 минутам хронометража. Я предложил бы сделать небольшую паузу. Ну, как небольшую? Примерно в месяц. И рассмотреть еще три основы доверия в следующем выпуске. Органично кристаллизировалась из предыдущего выпуска о панике 1857-го, которая возникла из-за кризиса доверия. Так что вот даже кризисы возникают из-за вроде бы пустячкового... Дальше, значит, четыре основы доверия. В общем, где-то здесь мы пропустили, где он рассказывал о какой-то энергии. Да, о том, что, типа, когда люди не доверяют друг другу, они тратят энергию на то, чтобы, короче, друг с другом общаться. То есть, ну, вы понимаете, что с человеком, которому вы не доверяете, вы друг другу не доверяете, вы будете долго договариваться, долго его уговаривать на какое-либо действие. И он рассказывает, что вот, тратим энергию. То есть, для него доверие уменьшает затраты энергии при общении. Для него доверие – это плюс, то есть, ускорение, да, это скорость, делённая на что-то. Где тут оно? Давайте посмотрим ещё раз. Вот эту вот формулу, которую вначале, вот она. Вот эта формула... Где ты тут? Эй! Да ну где ж ты? Доверие равно минус скорость плюс затраты. А, минус доверие – это минус скорость плюс затраты. И плюс доверие – это плюс скорость минус затраты. Ну, какая нафиг фигня! Во-первых, время и, собственно, затраты какие-то, они конвертируются друг в друга. То есть, это всё мера ценности какой-то. В принципе, всё это можно назвать эффективностью. Плюс доверие – плюс эффективность минус доверие – минус эффективность взаимодействия между людьми. Потому что доверие бывает только между людьми. То есть, если ты будешь доверять станку, то он не увеличит скорость производства деталей. Вы понимаете или нет? Здесь же не указано, что это увеличивает эффективность взаимодействия между людьми. Всё. Всё. Вы согласны с тем, что моё определение гораздо лучше, чем данная формула? Я надеюсь на это. Так, значит, теперь здесь. А значит, не видели предыдущего выпуска про налоги на доверие, то прямо сейчас нажимайте на паузу и лезьте в описании. Там будет ссылка на прошлое видео. И даже если вы что-то подзабыли, то обязательно освежайте память. Ведь этот выпуск является прямым продолжением прошлого, где мы обозначали важность такого объекта, как доверие, которое увеличивает скорость и снижает затраты. И что если вы попадаете в систему с низким уровнем доверия, то необходимо для питания целого древа. И пользуясь случаем, мы хотели бы внести ясность. Дело в том, что после прошлого выпуска нашлись зрители, которые приравняли понятие доверие к понятию наивность. И вот поэтому нам необходимо сделать ремарку, а точнее сказать вот. Выпуск не про наивность. Не про то, что надо доверять всем подряд. Не про то, что надо продолжать надеяться на балабола. И не про то, что надо верить обманщику. Здесь как раз наоборот. Здесь мы раскладываем понятие доверия на компоненты. Слушайте, в чём прикол? Что он рассказывает о том, что выпуск не про то, что не нужно верить обманщику. Но прикол в том, что как мы узнаём, кто обманщик, а кто нет. То есть, это и есть доверие. То есть, ты доверяешь чуваку, не зная, обманщик он или нет. А если он тебя обманывает, после этого ты узнаёшь, что он обманщик. Так ведь? То есть, фактически, и кроме того, типа, доверие не равно наивность. Ну, давайте посмотрим. Доверие равно наивность или нет? Доверие и наивность, это в принципе практически одно и то же. Кроме того, есть слово доверчивость. То есть, доверие и доверчивость, это одно и то же, только с разных сторон. Доверчивость, это отрицательная форма доверия. То есть, это когда говорят, вот, ты доверчивый. Это значит, что тебя, типа, легко обмануть. Ты, типа, доверяешь всем без доказательства, что они, типа, пришли с хорошими намерениями. То есть, знаете, там, на веру принимать. В принципе, вот это вот доверие. То есть, верить в кого-то. Бездоказательная вера. Доверие. То есть, это вера человеку без доказательств. Наивность же немножко другое. Доверчивость. Наивный тот, кто не ожидал обмана. То есть, наивность, это когда ты, короче, вот такой вот, то есть, например, ты идешь в МММ, даешь туда деньги, а потом удивляешься, почему они у тебя исчезли. Или идешь, короче, там, как советский человек, Кашпировскому заряжать воду и ожидаешь, что тебя вылечат от рака таким образом через заряженную воду. Вот это вот наивность. Потому что, как бы, ну, очевидно, что это полная фигня. Ну, хотя вот, кому-то, может, не очевидно. И вот, а вот доверчивый, это тот, кто осознавал риски. Доверчивость, это когда ты, типа, дал другу вдох, а друг, как бы, сбежал и не вернул тебе. В таком случае ты доверчивый был. То есть, ты воспользовался твоей доверчивостью, твой друг и вероумно тебя, как бы, обманул. Вот такие вот дела. Кроме того, заметьте, что есть другие слова, которые имеют подобные же синонимы. То есть, осторожность и трусость. Трусость и осторожность, это одно и то же понятие. Только трусость, это с негативным характером. То есть, говорят кому-то, кто, например, вот, трусость, известное слово, которое употребляется у военных. То есть, потому что командир говорит, ты что, трус? Трус, да, расстрелять тебя за трусость, да? Ты не военный, ты не солдат. Ты должен идти на убой обязательно, иначе ты трус. А другой говорит, осторожность. А вот какой-нибудь этот ученый скажет, нужно осторожно в резиновых перчатках работать, иначе реагенты разольешь, или иначе там бактериями заразишься и сдохнешь в лаборатории. То есть, видите, в разных ситуациях одно и то же слово используется по-разному. Оно может иметь негативную и позитивную коннотацию. Например, демократия и ахлократия, аристократия и плутократия, монархия и тирания. То есть, это все автор этих изречений Платон и его государство. То есть, Платон в государстве называет, что есть формы правления. Аристократия и плутократия, например. А чем отличается аристократия от плутократии? То есть, аристократия – это когда бояре хорошие нами правят, а плутократия – это когда бояре плохие. А как они хорошие и плохие? Ну, хорошие – это когда они, короче, это элита, когда они всем нравятся, когда они, короче, не воруют много, не собачатся и эффективно управляют государством. Ну, короче, понятно все. Хотя, на самом-то деле, это одно и то же. Значит, демократия и ахлократия. Демократия – это власть народа, а ахлократия – это власть толпы. Или там власть большинства, власть, короче, быдло. Но народ – это же есть, то есть большинство, быдло и так далее. Хотя в Греции тоже не особо-то она и была. Это демократия, ну, в смысле, как это сказать? Ну, то есть, спорно, там же ж не все голосовали. Там женщины не голосовали, рабы и так далее. Поэтому, может быть, у них и была демократия вместо ахлократии. Значит, монархия и тирания. Монархия – это когда царь хороший, писюн у него вкусный, плеткой он тебя не бьет, головы не отрубает, как бы холопов не ругает, блинами с лопаты кормит. А тирания – это когда царь плохой, когда он, короче, пенсии отменяет и так далее. Вот такие вот дела. То есть, вот вам и Платон. Такой замечательный философ, который очень ясно толкует свои понятия всякие. Бережливость и жадность. То есть, один говорит, я не жадный, я экономный, или там, я бережливый. А другой говорит, нет, ты жадный. То есть, тот, кто говорит, то есть, спрашивает, дай мне взаймы тысячу баксов, пожалуйста. Я знаю, что у тебя тысячу долларов есть, дай мне их взаймы. А ты говоришь, не дам. А он говорит, ты жадный. А ты говоришь, нет, я бережливый, я экономный. Или там кто-то видит, что ты, короче, кушаешь мороженку. И говорит, поделись мороженкой. А ты говоришь, нет, это мое мороженое, и вообще я не хочу после тебя потом слюнявое мороженое лизать. А он говорит, фу, ты жадный. Ты говоришь, нет, я экономный, бережливый. Мне себе надо все оставить и так далее. Значит, беспристрастие и равнодушие. Один говорит, я вот такой независимый, объективный, беспристрастный. А ты говоришь, ты, короче, бесчувственный, равнодушный и так далее. Казалось бы, одно и то же. Но беспристрастие, какое-то такое аристократическое, какое-то такое положительное чувство, ну или характеристика. А равнодушие, безразличие и так далее, это что-то отрицательное, какое-то такое вот. Ну, то есть, то же самое. Упорство и упрямство. Вот я снимаю, как бы, видео, там, пять или восемь лет на ютубе. Кто-то скажет, что я упорный. Да, я упорный, я, короче, меня определенно ждет успех еще через 20 лет. И так далее. А другие скажут, ну, упрямец и тупой глупец. Просто упрямый дебил. Дебил и так далее. И то есть, и то, и другое будет правильно. Потому что упорство и упрямство это практически одно и то же. А почему практически? То есть, только отношение человеку к этому качеству и к его коннотации в данном смысле определяет то, какое слово будет названо им. Гордость и самоуверенность. То есть, вот говоришь, один говорит, что вот я того-то, того-то добился, а другой говорит, ты такой самоуверенный. Ты говоришь, нет, я гордый. Я горд своими достижениями. Потому что моя фамилия Панасенко. Значит, решительность и наглость. То есть, один говорит, надо быть решительным. И, короче, лезет к каким-то девкам сразу же пикапить их. А тот говорит, о, какой наглый, смотрите, там пикапить пытается телок. И так далее. Говорит, ну, я-то пикаплю, ну, я решительный, это хорошо. А что тебе мешает так побежать кому-то там, скажем так, приставать? Там десять девушек откажут, одна даст. Доброта и простота. То есть, один говорит тот, кто, собственно, добрый, там, прямодушный человек какой-то и так далее, говорит, я добрый. А другой говорит, да он простак, вы посмотрите, он вообще это не понимает, что добрым быть, типа, невыгодно, плохо и так далее. В общем-то, как вы видите, как вы видите, когда он говорит, мы, я говорю не на, о наивности, я говорю о доверии. А на самом деле, доверие и наивность, это практически одно и то же. Чтобы понять, как с ним работать. Чтобы сделать понятным себе свое же поведение, как оно влияет на отношение других к нам. В первую очередь, это видео про себя любимого. И поэтому не особо понятно, когда люди пишут, что доверие не работает. Вот посмотрите на мою фирму. Так как раз вы же доказываете, что оно работает. Только в обратную сторону, со знаком минус. Вот случилась у вас токсичная среда, и если речь идет о компании, то вы, скорее всего, будучи в ранге специалиста, конечно же, поменять ее не сможете. И уж тем более, там опасно верить всем подряд. Мы очень согласны вот с этим парнем. Но скажите, что вам мешает создавать доверительную обстановку в подвластных вам системах? Друзья, семья и, возможно, в будущем собранная вами команда? Что вам мешает ускорять процессы, используя это видео? А еще лучше, изначальный источник, книгу. Или же тотальное уныние обстановки позволяет рождать только негатив о своем окружении? По нашему мнению, такие люди демонстрируют пробел в первой основе доверия. Кстати, здесь, конечно, дело есть. Дело здесь, конечно, есть. Но прикол заключается в том, что все зависит еще и не только от тебя. То есть, ну, ты можешь, конечно, всех поувольнять раз, всех поувольнять два раза, три раза. Но если люди склонны к недоверию, склонны не обманывать друг друга и так далее, то они, собственно, это будут в любом случае делать. Дело в том, что все еще и зависит от воспитания, от детства этих людей. И то есть, если уже атмосфера недоверия была у местных людей, собственно, вот в какой-то стране, там, вроде России, там, и других подобных стран. Там, где высокая степень недоверия друг к другу, там, собственно, будут с этим проблемы в любом случае. А вот где-нибудь в Швеции, где, короче, показывают, что есть лавка, фермер поставил, короче, лавку без продавца. То есть, там стоят весы, там стоят, короче, коробочка, куда деньги класть. И сам ты приходишь, взвешиваешь там себе картошку или чего-нибудь, берешь и оставляешь денежку в коробку. И все. И то есть, это полностью основано на доверии. И тут действительно эффективность торговли, понимаете? То есть, скорость, эффективность и так далее. То есть, человек не нужен продавец, если все друг другу доверяют, и все честные друг с другом. Это офигенно и так далее, но это в Швеции, там, где как бы все друг другу и так доверяют. То есть, по умолчанию люди растут в атмосфере доверия друг другу, как одна семья. Одна страна, одна семья, как говорится. И даже если один придет и как бы не останет ведь денег, а просто заберет, украдет картошку эту гребаную, то фермеру все равно будет выгоднее, чем самому после этого становиться и продавать вручную картошку, ему все равно будет выгоднее оставить это, чтобы она автоматически продавалась, типа на самообслуживании. Но в России не так, потому что в России 9 из 10 человек придут, заберут картошку и ничего не оставят. И в таком случае выгоднее тебе поставить туда продавца или самому продавать ее. И следить, при этом еще и охрану нанять, чтобы никто тебя не отпиздил и не забрал всю ту картошку. Потому что, во-первых, люди беднее, во-вторых, изначально есть недоверие, атмосфера недоверия, именно то, что ты говорил, что именно вот это нужно. Я думаю, ты имел в виду, что, типа, доверяй, но проверяй, все дела и так далее. В общем, это очень сложные вопросы. Но прикол заключается в том, что, как бедные беднеют, а богатые богатеют, это закон нашего мира, так и тех, кто не доверяет, еще меньше, все меньше и меньше друг другу доверяют. Потому что все ждут друг от друга подвоха, все еще больше со временем утверждаются в этом, потому что у них пытаются все же украсть. И сами же друг к другу относятся по-скотски и обманывают друг друга, потому что все же такие плохие. Так почему бы этих обманщиков не обмануть самих? И в итоге получается человек к человеку волк закон джунглей, все дела. Естественный закон так называемый. А где изначально доверие, все будут доверять друг другу все больше и больше. И от этого они будут все лучше и лучше друг к другу относиться, и общество будет становиться все эффективнее. То есть будет получать бонусы от доверия. И эту силу тоже нельзя не учитывать. Но, кстати, в ситуации, где ты можешь сам выбрать, кого себе подобрать, а кого не подобрать, можно все же сделать какую-то доверительную атмосферу. Однако ее легко разрушить, даже в таком случае. ну, все же, да, согласен. Можно, в принципе, если ты действительно начальник, ты можешь кого угодно выгнать всегда, кто там доверие разрушает и так далее. но это не перейдет дальше твоего коллектива. Цельность, а точнее в ее компоненте открытость. И, наконец, будьте открытыми. Наверняка вы встречались с людьми, которых находили закрытыми и высокомерными. С людьми, которые не хотят вас слушать, поскольку уверены, что ничего нового вы им не скажете. С людьми, которые отказываются взглянуть на вещи другими глазами, поскольку убеждены, что единственно правильный способ мышления их собственный. С людьми, которые упорно не желают признать правду, поскольку не принимают реальности и принципов, о которых не осведомлены. А вы говорите не работает. Работает. Просто один... Так, стойте. Давайте-ка. Ээээ... Угу-гу. Угу-гу. Корно не желают признать правду, поскольку не принимают реальности и принципов, о которых не осведомлены. А вы говорите, не работает. Работает. И теперь... Какие ваши доказательства? Вот. Вот. Я специально выбрал этот момент. Он говорит, а вы говорите, не работает. Работает. И какие ваши доказательства? Какие у тебя доказательства, что это работает, чувак? Покажи мне пример. Ты просто описываешь какие-то эти выдуманные ситуации. На практике совершенно не обязательно это будет работать. Просто один возьмет от этого что-то полезное для себя и постарается улучшить обстановку хотя бы в семье, хотя бы с мужем или женой. Второй вообще прямо перекинет это видео важному клиенту, стараясь привлечь к стратегии выиграл-выиграл. Ну а другие... Другие будут видеть во всем негатив и нерабочие схемы. К какому лагерю примкнуть, решать только в... А мы? Мы продолжаем выращивать наше древо доверия. Для такого исследования было опрошено 33 тысячи человек. Но это по миру. В список исследований обошла и Россия. И по актуальным данным за 2019-й у нас страна с самой низкой культурой доверия. Более того, по сравнению с прошлым годом доверять мы стали еще меньше. Притом, если посмотреть конкретнее, каким именно организациям доверяют граждане России, то получается довольно интересная картина. Да, граждане в принципе никому не доверяют по международной системе оценки. Но тем не менее, вопреки мировой тенденции, россияне больше всех подозревают в подвохе некоммерческие организации. Возможно, общественному сознанию чужды всякие профсоюзы и правозащитные организации. Затем чуть больше доверия СМИ, которые, кстати, помогали формировать образ иностранного агента для многих НКО. А учитывая, что весь крупный бизнес по факту является государственным, то очень забавное совпадение, что граждане поместили... Ну да, потому что они не доверяют халяве. То есть им не верится, что кто-то будет помогать им просто так, бескорыстно, безвозмездно. Типа бесплатный сыр только в мышеловке и так далее. Ну и плюс, типа, иностранные агенты, все же эти организации, типа, правозащитные там вот эти вот и так далее, они ж типа иностранными агентами теперь их признают. А ватники, они как бы не доверяют иностранным агентам. Вдруг им, короче, там наркоту дадут, и они пойдут на Майдан сразу от этого. Ну, в принципе, возможно, так и случится. Пусть не доверяют. И что я могу еще сказать? То есть, это вот такая вот виктимность и так далее и тому подобное. Ну и, пожалуй, насчет этого все. Тут уже пошло дальше. Мои претензии, как я сказал, в нескольких причинах. Во-первых, неправильная формула. Там вместо эффективности скорость и что-то там прибыльность или что-то такое, хотя должна быть эффективность. Во-вторых, я все уже сказал. По-моему, три или четыре проблемы, плюс еще и недополненность. А, насчет того, что наивность и доверие – это разные вещи. Ну, может быть, именно наивность, именно доверие – это немножко разные вещи. Но доверие и доверчивость – это точно одинаковые вещи. И это просто разные оттенки одного и того же понятия. Смотря с какой стороны посмотреть, как ты, собственно, и говорил. И, наконец-то, стоит учитывать, что есть некий базовый уровень доверия, который витает в обществе. То есть, по сути, единственное, как ты можешь навязать доверие – это если ты, собственно, сам лидер какой-то организации, какого-то коллектива, где все находятся под твоим крылом, под твоим контролем. Где ты их, как бы, контролируешь. Но, опять же, это не касается того, что ты будешь доверять или не доверять. То есть, ты дашь людям деньги. Вот, например, там доверишь инкассаторам, инкассировать каким-то ненадежным свое предприятие. То есть, перевозить деньги там, что-то, налоги, бухгалтерский учет вести. Опять же, бухгалтера ты будешь нанимать, ты будешь ему доверять или не будешь ему доверять. Будешь ли ты тратить кучу времени на то, чтобы перепроверять его отчеты, которые он сделал там финансовые. Или же будешь ему доверять и тратить это время на совершенствование своего бизнеса. Вот такие вот вопросы еще. То есть, допустим, ты можешь устроить атмосферу доверия, но нет факта, нет гарантии, что ты не окажешься доверчивым. То есть, знаете, там сколько раз было, что кто-то оказывался недостаточно, ну то есть, ты такой доверился своему партнеру по бизнесу, а он как бы наебал тебя и смылся с деньгами. Вот так вот может быть. Но это если у тебя есть партнер. Если подчиненный, опять же, ты доверился ему, там деньги дал, а он смылся с ними. Или чего-то не сделал, не оправдал и так далее. Риск всегда существует. И риск этот тем больше, чем более недоверчивая атмосфера по умолчанию. То есть, если вы живете в обществе таком, где изначально, то есть, изначально там с детства люди не доверяют друг другу, а это, собственно, как раз-таки вот такие российские типа общества, то там, естественно, будет меньше шансов, что тебя не обманут. И значит, ты и в бизнесе трудно тебе будет построить такую систему. И это тот самый закон. Бедные становятся беднее, богатые богатее. Там, где изначально доверия мало, его становится еще меньше. А там, где доверия было много, его становится еще больше, и вы можете отказываться от продавцов. Вот такие вот дела. Справедливости не существует, как говорится. И теперь второй ролик, в котором я нашел, что покритиковать. Очень слабый ролик. Сейчас включу. В глобальном потеплении, или Третьей мировой, дело в нас самих. Мы сами начинаем разгонять поезд эволюционного угара, который уже никак не остановить. А проблема в том, что он, без оглядки, сбивает на своем пути все окаменелые рудименты. И раньше это было здорово. Палка, палка, копалка, плуг, конный плуг, плуги для тракторов. Но сейчас окаменелым рудиментом в этой цепи выступает человек. Что же такое произошло, и почему я настолько испугался, что решил запилить это видео? Все началось с того, что мне попалась статья Антонио Гарсия Мартинеса. Фу, это за штрих такой, дядя? Антонио Гарсия Мартинес. Работал в Голдман Сакс. Затем свалил в Кремниевую долину, где основал стартап AdGrog, который был куплен Twitter. Затем начал работать в Facebook и руководителем рекламной биржи. В общем, его работой было получать бабки на пользователях максимально эффективно. И мой job was to turn your data into money. Так вот, по мнению Антонио, технологические гиганты разделили общество на 4 касты. Перемещение людей между которыми, как и простое общение, очень затруднено. Если вдруг кто не в курсе, в штате Калифорния находится Сан-Франциско, а там Кремниевая долина. А там уже размечаются главные офисы известных IT-мастодонтов. Apple, Google, Facebook, NVIDIA, адресные капиталисты, владельцы ну просто огромных сумм денег. Их важная мечта распознать на ранней стадии крутой технологический стартап, так называемого единорога, типа Facebook или Airbnb там, вложить в него бабки, выйти на IPO и сделать X100, затем повторить. Ищут они носителей проектов среди людей второй касты, из внешнего круга. Могут быть хорошо развиты внимание, реакция, память, концентрация. Да, насчет этого. Навыками, чтобы работать в IT и прилежностью, чтобы работать в сфере услуг. На инвесторов они тоже особо не похожи, ведь не в состоянии даже прокормить себя и арендовать жилье. Они вынуждены жить на улице, короче говоря, это бомжи и преступники. То есть, те, кто типа не в состоянии работать, они бомжи и преступники. Автоматически. То есть, бомж для него равно преступник. Или там что-то вроде того. Это разве не какая-то дискриминация, виктимность, что-то такое. Меня это взбесило. То есть, бедный человек для него автоматически преступник. То есть, вот я для него преступник. Так ведь? Я бедный, да. И чё? И типа, я автоматически от этого плохой. Бедность это плохо и ты как бы виноват автоматически, если ты бедный. Ты автоматически становишься ленивым и так далее. То, что ты там снял 3000 видео, в отличие от тебя, что ты снимаешь там одно видео в несколько месяцев, а я снимаю по два в день. Но я при этом бедный, а ты богатый. Я, получается, лентяй, преступник и бомж, а ты такой вот хороший и типа дуришь людям мозги и рассказываешь о том, что я плохой. Ну, в принципе, всё логично. Так, в принципе, в жизни всегда и происходит. Но всё же я хочу обратить ваше внимание на то, какое отношение как бы к людям. И тут же заметьте, то есть, он говорит, бомжи и преступники, да. Как вы понимаете, чтобы не свалиться в касту неприкасаемых, нужно держать свой мозг в отличной форме. У вас должны быть хорошо... И, то есть, он показывает, что вот из касты неприкасаемых... ...внимание, реакция, память, концентрация и мышление. И я предлагаю воспользоваться светлой стороной IT-индустрии. Платформой для тренировки мозга Викиум. Совместно с психологами и экспертами центра тестирования... То есть, он предлагает Викиум чуваку из касты неприкасаемых. То есть, бомжу и преступнику. Викиум, запомните, Викиум это сайт для бомжей и преступников. Поэтому, если вы не бомж и преступник, то не ходите туда. Я не пойду. При МГУ Викиум заработает методику тренировок с помощью игровых тренажеров. Программа тренировок формируется индивидуально. На основании вводного тестирования. Постоянно отслеживает прогресс, корректирует, усложняя ее. Всего 15 минут в день. И уже через 2 недели вы улучшите работоспособность, скорость обучения и концентрацию. Переходите по ссылке в описании под видео. И развивайте мозг с удовольствием. Искусственным торможением прогресса. Но это вопрос времени. В основании человечества научно-технический прогресс создавал новые рабочие места. Сначала мы обрабатывали почву. Затем отправились на заводы возводить автомобили и поезда. И на это требовались люди. Люди были нужны экономике. Сейчас ситуация иная. Сейчас нужен один оптимизатор, который сможет автоматизировать работу 10 тысяч человек. И мы живем в интересное время. Мы можем своими глазами увидеть, как человека отправляют на обочину цивилизации. Дело не только в айтишниках. Вообще весь мир задачен тем, как выполнять работу меньшим количеством людей. И началось это совсем недавно. В 79-м году на известных всем заводах General Motors работало 853 тысячи человек. То есть просто здоровенный город работал на General Motors. И все эти люди производили 5,4 миллиона автомобилей. Сегодня 103 тысячи работников производят на 3 миллиона машин больше. Эффективность производства, а если быть точным, ненадобность в людях увеличилась в 13 раз. Ford в 1997-м на заводе пашут 364 тысячи человек, которые производят 1,3 миллиона авто. Через 21 год. В 2018-м Ford продает уже 6 миллионов тачек. При этом имея в штате всего 199 тысяч работников. Ненадобность в людях увеличилась в 8,5 раз. Гордость российского автопрома. Автоваз. В 2001-м 102 тысячи заводчан создают 757 тысяч авто. В 2018-м продаются 360 тысяч при количестве работяг 37 тысяч. Ненадобность в людях увеличилась в 1,3 раза. То есть даже в оплотах индустриализма, в крупных неповоротливых мегазаводах размышляют над тем, как получить все больше прибыли при меньшем количестве людей. И это процесс естественный. Конечно, причин сокращения людей множество. Автоматизация линий, сокращение операций, оптимизация рабочего пространства, сужение рынка и возникновение нового. Нам ведь, чтобы казаться успешным, не только автомобиль нужен. Нужен еще айфончик. А туда скачать веселую ферму. И телок побольше. Теперь в ходу все больше цифровых продуктов. Срать нам ваши автомобили. А вот танец в Fortnite это сейчас в ходу. Ну или удобные приложения по заказу шмоток в интернет. Вот он, рынок новой экономики. Вот это приходит на смену АвтоВАЗу. И по идее, в цифровой рынок должны перейти конвейерные работяги, как когда-то колхозники бросили виллы и встали за станок. Ну да, в веселую ферму. Многие из 230 тысяч уволенных заводчан возьмут в руки клавиатуру и побегут работать в геймдевелопмент или создавать условные нейросети. Ты даже если представить, что все заводские работяги готовы конвейеровать. Знаете, как этот Мэдисон говорит, все стримерами станут. Все стримерами, короче, станут. Работайте все стримерами. А кто донатить будет вопрос, если все будут стримерами. Ну он как бы прикалывается, наверное. Ну или просто такой тупой, в принципе. Жирный пидорож его называют, поэтому. Кстати, а вот теперь давайте подумаем. Значит, у нас есть эволюционный угар. Он говорит, что люди экономики не нужны. Да, да, люди экономики не нужны. Так ведь? Давайте посмотрим. И 4 миллиона автомобилей. Сегодня 103 тысячи работников производят на 3 миллиона машин больше. Эффективность... Смотрим. Значит, было 800 тысяч работников, стало 100 тысяч работников. 700 тысяч работников уволили. То есть, допустим, эти работники не нашли себе работу. Они безработные. У нас машин стало 8 миллионов вместо 5 миллионов. Вопрос. Кто купит 8 миллионов машин, если 700 тысяч работников уволены, и у них теперь нет денег на покупку машины? А? А? Как тебе такое, Илон Маск? Или как тебе такое, Майгэп? Вопрос. Грозит ли... На самом-то деле, я бы в таком случае General Motors'у, ну, то есть, посоветовал бы это, то есть, взволноваться самому, самой этой компании. Потому что, если у людей нет денег, если у людей нет работы, у них нет денег. А если у них нет денег, у них нет покупательной способности, чтобы, собственно, покупать продукцию. А раз продукция не нужна, то экономика схлопывается, так как без спроса нет предложения. То есть, нет смысла производить. В таком случае, если все будет именно так, как он рассказывает, начнется великая депрессия. Когда будет куча товаров, и никто не сможет их купить, потому что все не работают. И, кстати, это действительно была такая угроза. Но прикол заключается в том, что действительно, останавливать прогресс не стоит. Но, я думаю, будет несколько выходов из этого. Ну, во-первых, как бы, налог на роботов, как в Южной Корее уже сейчас сделано. Во-вторых, конечно же, безусловный базовый доход. То есть, по сути, мы берем налог на роботов и безусловный базовый доход. Остальное идет на зарплату и на окупание, собственно, самих роботов. И на зарплату тем оптимизаторам, тем немногим людям, которые работают на фабриках. В итоге, что мы имеем? Что, да, люди с базовым доходом бедные. Но никто не мешает им пойти на работу, научиться чему-то и получать огромные бабки. За счет того, что, как бы, все, кто работает, все, кто может найти работу в этом новом мире, они получают огромные бабки. И богатенькие могут, как бы, развлекаться. Там, лучшие, так скажем. При этом, все остальные, как бы, ну, безусловного базового дохода хватает, как на то, чтобы жить просто так. Там, размножать детей. И, в общем-то, любиться, сраться в соцсетях. И, конечно же, потреблять. Как я говорил, если раньше всю историю человечества нашей задачей было производить товары, но недалек тот час, когда главной целью человечества станет потреблять. Вот так вот. Задачей человечества станет потреблять, потому что роботы не будут потреблять. У роботов они не могут ставить цели. Робот не хочет ничего. Он идеальный раб, идеальный работник. Он коммунист по умолчанию. То есть, он не думает о себе, он думает о своей цели, которую ему задали производители. И ни один человек не захочет создавать робота, который будет потреблять. Прикиньте, создать какого-нибудь бендера, который не хочет работать, а хочет постоянно бухать. И хочет, короче, нагибать, быть, короче, ну, нагибать, вы поняли, сгибать прутья. Хочет, короче, это, быть знаменитым, богатым и нихуя не делает. Такого робота, естественно, не будут создавать, потому что зачем он нужен, люди такие. Так вот, в том-то и прикол. Задача людей, они получают свой безусловный базовый доход, чтобы быть счастливыми. Это их задача. Их задача потреблять, быть счастливыми, стимулировать экономику. Задача остальных, ну, может быть, еще что-то исследовать космосы. Кстати, в такой ситуации, когда у нас будет потребление примерно стабильным, и как бы роботы его будут полностью снабжать производством, когда роботы будут все делать, типа, и люди будут свободны. Люди будут свободны, собственно, для всяких проектов, которые не связаны с этим, с выживанием. Понимаете, в чем прикол? То есть проблема в том, что, чуваки, серьезно, вы мазохисты. Мы делаем, мы стремились сделать роботов, чтобы, во-первых, несовершенных людей заменить, потому что люди это геморрой, люди, как бы, они непредсказуемы, они могут тебя наебать. Они, короче, постоянно у них то, это, здоровье портится, то еще чего-то они там могут оскорбить, могут не выполнить работу, могут опоздать на работу и так далее. То есть роботы намного лучше. Ты его включил, он работает, ты его выключил, он не работает. Это просто понятно, предсказуемо. А это очень важно и очень круто. Люди, даже если роботы и люди будут за одну цену продаваться, то, я думаю, производитель выберет робота, а не человека. Потому что робот может работать в любое время суток, и, как бы, никогда у него не бывает ни отпуска, ни больничных, и в пенсионный фонд он тоже не отстегивает. Так что такие вот дела. И с ним не надо договариваться и считаться. Значит, и прикол в том, что вторая... Что я там говорил про то, что роботы... Роботы, в общем-то, крутые. Роботы, в общем-то, крутые. Я забыл, что я хотел сказать. ...производство, а если быть точным, ненадобность в людях увеличилась в 13 раз в жизни, как в тот вид шимпанзе, который не пошел по пути хомо-сапиенца. И самое интересное, что боятся все, в том числе и главные двигатели поезда, прогресса. IT-специалисты. В нашем дискорд-чатике по иронии большинство комплюхтерчиков. И вот что пишет один из них. Ну так, кстати, этот подход решает еще и эти проблемы. То есть, если ты недостаточный специалист, то тебя не выкидывают на улицу, а тебя просто выкидывают на безусловный базовый доход. То есть, ты просто получаешь так, как все. У тебя есть деньги на то, чтобы кушать, на то, чтобы жить где-то в какой-то халупе. Кстати, в будущем я считаю, что все должны переходить на передвижные дома. Ну то есть, зачем? Дело в том, что вот эта вот вообще фигня, заседуя жизнью, это связано было у людей с тем, что типа мы земледелием занимались. Потом на фабриках работали. Но в современном мире, там где работы будут в основном типа фрилансовые всякие, то человеку нет никакого смысла оставаться на одном месте. То есть, в принципе, я думаю, многие люди выберут так, чтобы типа жить в передвижном доме. Я думаю, что это дома будущего. Я бы сам не против был. Во-первых, тебе не нужна земля. То есть, ту землю, которая вместо того, чтобы иметь какие-то участки, отдельные дома и так далее, подводить туда водопровод и так далее, ты просто имеешь стоянку, на стоянке есть как бы какой-то магазинчик с приборами, ну там заправка и в общем-то там заправка воды, бензина и остального там. Ну или не знаю, может быть, может быть в будущем будет все на электричестве, поэтому и заправка не понадобится. Ну и в общем-то тебе нужна только стоянка, на которую кто-то заезжает, кто-то выезжает. При этом как бы остальная вся земля, которая, естественно, под стационарный дом, нужно больше земли, чем для того, чтобы разместить передвижной дом. И всю эту землю можно будет отправить под сельхозугодие, чтобы больше людей прокормить, под какие-то предприятия, под какие-то другие нужды. Поэтому я думаю, в принципе, передвижные дома это круто. Вот эти вот безусловно базово доходцы, они скорее всего будут в таких штуках жить. Чего? Такие вот цыгане международные, которые смогут ездить из страны в страну, тем самым и туризм поднимая, и при этом как бы чувствовать себя комфортно, потому что они ездят вместе со своим домом. То есть такие себе улитки, которые свой дом тягают на себе. Прикольно вообще. То есть это возврат к самому изначальному. То есть вся эта государственная хрень, она становится менее эффективной. Значит, что еще я хотел сказать? Я хотел сказать, что роботам ничего не нужно. И что-то еще хотел сказать. Что люди, мы не мазохисты. Мы не должны быть мазохистами. Мы цель прогресса. Мы создали машины для того, чтобы они нам помогали не работать. И после того, как они действительно могут сделать так, чтобы мы не работали, вы нам рассказываете, что мы все вымрем из-за того, что у нас не будет работы. Чуваки, чуваки. Это и была цель. Это самая главная цель. Или ты хотел бесконечно как бы двигаться, и чтобы в итоге все равно приходилось. Ничего не менялось, ничего не работало. Вот этот момент, когда людям для того, чтобы жить, не нужно будет работать, и они, если добьются этого действительно, то это будет переворот всего. Это действительно будет выстрел мозга. Действительно многие будут бомбить из-за этого. И будут, о, у меня нет цели в жизни. А кому-то и будет нормально в этом мире. То есть действительно что-то меняется. Раньше эти люди, которые, в общем-то, которые вот не хотели работать, там они шли в церковь куда-то. То есть, кстати, религия тоже в упадке, поэтому, собственно, все эти монахи смогут не идти в монахи. Потому что им не придется притворяться, что они верят в Бога, для того, чтобы быть халявщиками. И так далее, и тому подобное. То есть, подумаем, вот эти вот все духовенства, это кто? Это там всякие комсексуальные люди, скажем так. Это всякие, типа, психически отклоненные люди. И это просто чуваки, которые не хотят работать, а хотят на пожертвованиях жить. И заниматься всякими непонятными практиками. Молитва пениями и подобным дерьмом. В общем-то, теперь получается, что в религию мало верят, базовый доход внедрят, геев больше не притесняют, и транссексуалов всяких. И как бы ко всяким извращенным ритуалам тоже все толерантны. Поэтому в такой свободе церковь, по сути, она будет очень терять смысл. И я думаю, что религия наконец-то может исчезнуть. Просто потому, что все люди, которые были заинтересованы в церкви, они смогут найти себя в новом мире. Это вот первое, что я вижу. Второе, как бы вот эти вот все чуваки, которые не будут иметь цели в жизни, они или будут идти вот пытаться добиваться в IT-индустрию, то есть там оптимизаторами, исследователями, кем-то таким быть в науку идти, будут пытаться. Ну или будут пытаться типа повыпендриваться перед другими, то есть там паблик в соцсети в какой-то завести, там снимать видео на ютубе и так далее. То есть те, кто не видят смысла жизни, могут найти его в таких вещах, то есть стримить там и притворяться, что их стриминг, он кому-то нужен, и он вообще типа великое искусство. Или как я снимать видео и тоже притворяться, что это контент творческий. Уважайте мое творчество или его творчество уважайте. Что он умеет пользоваться редактором видео и рисовать во флэше. В общем, вот такие вот дела. То есть фактически, ну серьезно, то есть вы старались, вы шли к этой цели, а когда вы ее достигли, вы... О, ужас, мы все умрем! Мы достигли того, к чему постоянно стремились! Ну, единственная проблема, что как бы вот эти вот все чуваки, они не захотят отдавать свои бабки, но с другой стороны, и так на них налоги сейчас большие. То есть мы просто добавим налоговым, они все равно будут богатеть. То есть прогрессивный налог плюс базовый доход. Эти две вещи, для которых будет существовать государство в будущем, и которые решат все наши проблемы. Такие вот дела. Прогрессивный налог уже сейчас есть. То есть можно даже его сделать более прогрессивным, чтобы какой-то малый бизнес, то есть если ты открываешь малый бизнес, то ты не платишь налоги, а наоборот у тебя отрицательные налоги, и тебе платят. То есть за то, что ты открываешь бизнес, или там ведешь какое-то дело, делаешь какие-то услуги, вообще занимаешься чем-то, тебе платят фактически. Да, тебе платят. Ты можешь без клиентов быть, но типа как-то жить чисто за счет бизнеса. Ну или базовый доход. Тут то есть разные дела могут быть. Но дело в том, что серьезно, не знаю, насчет отрицательного налога, это конечно вот тут, кстати, в комментариях кто-то писал. Ну или социалистический путь, когда всем фиксированный базовый доход дают. Каковы преимущества базового дохода? Ну, во-первых, он у всех равный. То есть людям важно быть не чтобы у них было достаточно денег, а быть богаче других. То есть от того, что у всех будет одинаковый паек, они не будут это ценить, и они будут стремиться к большему. Они будут стремиться выпендриться. То есть если у тебя овсянка и у твоего соседа овсянка, ты будешь захочешь шашлык себе на обед вместо овсянки. Но у тебя нет денег, и поэтому ты пойдешь работать. Ну, не все, конечно, но те, кто не пойдут, это будут типа меня, или же типа всяких вот этих вот монахов, которые там думают, духовными практиками созерцают и так далее. То есть вот такие вот типа люди, а в основном, конечно же, быдло будет пытаться работу искать. И как бы, ну, не будет оно ее находить. Но они будут спокойны. У них в мозгах будет нормально, типа есть что пожрать. При этом, как бы, многие будут колотить состояние на, опять же, в сфере услуг. То есть будут там стримить, будут там пиццу развозить, если роботы это не будут делать. Роботы же, естественно, это все будут делать. Поэтому, в общем-то, будут там контент всякий производить. Псевдо-контент. Дело в том, что в принципе все бессмысленно в мире. Поэтому сейчас говорить о том, что вот мы потеряем смысл нашего существования, глупо. Потому что единственный смысл нашего существования это выживание. Человек, он живет, потому что у него такой инстинкт выживать. Это инстинкт всего живого. То, благодаря чему живое живет. И развивается, и эволюционирует оно, пытаясь не вымереть, пытаясь выжить. И мы, наконец-то, сможем выжить, не прилагая для этого усилий. Это офигенно. Это значит, что мы сможем заниматься чем нам угодно. И, в общем-то, много спать, вдоволь жить и есть, и заниматься любовью, и не беспокоиться ни о чем. По крайней мере, это лучше, чем во все предыдущие времена было. И вот эти вот всякие попы, как говорится, которые как раз таки говорят, что вот, это плохо. Ну, кстати, с одной стороны, если бы они не были еще попами, то есть они говорят, как те, у кого круговая порука. Они чувствуют, что такая жизнь, где все хорошо, она плохая для веры. Человек верит, человек как бы приходит к попам, когда он не может решить своих проблем, когда у него много проблем, когда он вздыхает. Он придет и заплатит попу, и накормит его, и напоит, и, в общем-то, и пенис ему отсосет, и так далее, и исповедается. И попу это нужно. А для этого нужно, чтобы люди страдали. Если люди не страдают, они не обращаются к Богу. Такие вот дела. А я считаю, что это хорошо. Это световое будущее, в котором все найдут себя. А при чем тут сдохни? Вот, вот в чем проблема. Что вы говорите о сдохни. Но кто обязывает тебя сдохнуть? Ведь без покупателя продавцу некому будет продавать свои продукты. А поэтому экономика исчезнет. И чтобы сохранить экономику, нужно как бы... Покупатель также важен. И сейчас у нас становится важнее покупатель, чем продавец. Экономика гиков оставляет в стороне наши привычные заводы. Если посчитать прибыль организации на одного работягу, то окажется, что работник Гугла в 4 раза ценнее работяги с GM, в 17 раз работяги с Форда и в 127 раз работяги с Автоваза. Добавлю еще безысходности. Помните, как относительно недавно человечество праздновало отметку в 7 миллиардов жителей Земли? Так вот сейчас нас стало на 700 тысяч больше. Вот и получается, что экономика будущего требует все меньше людей, а людей наоборот. становится все больше. Бешеная конкуренция, перенаселение, бедность и реактивный рост неравенства. Смотрите скоро во всех странах планеты. И пока мы все вместе несемся в трамп-трары, канал MyGap поддерживают бравые ребята на патреоне. Спасибо мужики и мужички, что держите нас на плаву. Ну, то, что кто-то ценнее другого, это нормально. Как я уже говорил не раз, враг человечества не неравенство, а нужда. Ну, кто-то богаче другого. Ну, это и раньше было, и сейчас, есть и будет в будущем. Дело в том, что, как бы, ну, по крайней мере, эти люди, они что-то делают для того, чтобы быть супер богатыми. Если это программист богатый, пусть будет богатым. Он ботаник, он, как бы, сидит своими днями за компом, там, очень много думает, и, как бы, пускай, он что-то делает, он действительно профессионал, благодаря нему, там, все остальные люди на безусловном пазлом доходе сидят. За счет того, что он роботов программирует. Он заслуживает за это что-то, какой-то бонус. Это гораздо лучше, чем король, который получает огромное богатство тупо за счет своего происхождения. То есть, вот ты родился, за это ты получаешь все. А кто-то родился в обычной семье крепостного и не получает за это ничего. То есть, за свое рождение. Это справедливее, я считаю. Это, во-первых. Во-вторых, чем вот эти вот всякие капиталисты, диктаторы, там, всякие программисты, они хотя бы кто-то. Еще вот этих толстосумов можно пощемить. Хотя можно и не щемить. Все зависит от ситуации. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Вот такие вот мои претензии к данным роликам, к остальным роликам. тоже можно к чему-то, наверное, придраться. Но я не буду это делать. Просто никто не идеален. Помните об этом. Думайте об этом, помните об этом. Всем пока.